Изношенный парк вагонов, задержки на линиях. В Новосибирске проверили городской транспорт. Александр Куршев о том, насколько нарекания пассажиров соответствуют действительности. Муниципальное казенное предприятие Горэлектротранспорт. Никогда визитная карточка Новосибирска. Сегодня поводов для гордости меньше. Не нужно быть экспертом, чтобы понять нового транспорта единицы. Большинство троллейбусов и трамваев переделаны, переварены и перекрашены. А вот в такой можно восстановить, допустим? Это мы восстанавливаем. Восстанавливаем. Сколько у него износов вообще есть у транспорта городского? Они все уже лет на 10 перекатали этот износ. То есть их уже нельзя эксплуатировать, да? Мы эксплуатируем. Другими словами, это приходится делать от безвыходности. По словам начальника управления пассажирских перевозок, больше 50 электромашин нужно уже сейчас, прямо с дороги, угонять на свалку. Два года назад мэрия Новосибирска начала разрабатывать программу комплексной транспортной модели. Эксперимент должен был убрать с дорог дублирующие маршруты и разгрузить направление с большим пассажиропотоком. Но очереди на остановках так никуда и не исчезли. Мы подвели подсчет всех пассажиров, всех передвижений граждан, вплоть до того, что применялось, ну такой, где люди больше разговаривают по мобильным телефонам, а куда этот мобильный телефон уходит, чтобы понимать, куда передвигаются гражданы. Граждане наши, жители города. Большая серьезная работа была, целый институт был задействован, студенты. И вот эти предложения, о чем сегодня говорят наши руководители, они действительно созревали очень давно. К сожалению, пока не можем реализовать. Во сколько обошелся городской казнеэксперимент – вопрос. Администрация горэлектротранспорта тонко чувствует. Депо гудит и дышит, пока в него верят люди. Многие специалистов проработали здесь больше 20 лет. Зарплата какая у вас? У меня зарплата уставила. Кому не нравится, я не знаю. Я чужие деньги не считаю, но и свои никому не отдам. Не так давно почти всех кондукторов муниципального транспорта снабдили платежными терминалами. По мнению чиновников, маршрут денег от пассажира до предприятия отныне будет максимально прозрачным. Александр Куршев, Алексей Погодин. Новости ОТС.